Быстрая регистрация кассы, например, или сдача отчета в налоговую без личного присутствия, это, конечно же, мечта предпринимателя, которая вполне реальна. Электронная цифровая подпись здорово упрощает жизнь владельцев бизнеса. Как ее получить, как она работает, поговорим об этом сегодня в эфире «Город С». Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Выяснять всю эту информацию мы будем с Константином Ямановым, начальником отдела информационной безопасности УФНС России по Самарской области. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Инна Сапанченко. Уже заговорила я про электронную цифровую подпись. И давайте все-таки ликбез сначала. Что это такое? Конечно же. Вообще в соответствии с действующим законодательством об электронной подписи вели несколько институтов, удостоверяющих центров. Основным институтом в плане налогоплательщиков, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нотариусов выступаем мы, Федеральная налоговая служба. То есть уже с 1 июля мы начали выпускать электронные, квалифицированные электронные подписи директорам юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и нотариусам. Помимо нас, хочу отметить, есть еще два института. Это институт федерального казначейства, который будет выпускать квалифицированные ключи для должностных лиц органов местного самоправления, государственных органов и подвесных им организаций. И третий институт – это Центральный банк Российской Федерации, который будет выпускать квалифицированные электронные подписи для должностных лиц банковского сектора, сектора микрофинансирования и соответствующих их организаций. В целом так. Константин Сергеевич, а почему мы сейчас об этом заговорили? Она не существовала до сего времени, электронная и цифровая подпись? Нет, конечно же. На самом деле электронная подпись существует достаточно давно. Берет с начала 2000-х годов, когда еще было в Российской Федерации, там прям по пальцам перечитать, сколько удостоверяющих центров, которые выдавали ключи налогоплательщикам, но постепенно с принятием новых законопроектов в области налогообложения, которые обязаны налогоплательщикам сдавать определенную отчетность в электронном виде, постепенно эта сфера применения электронной подпись начала развиваться все больше и больше. Вот мне всегда казалось, что электронная и цифровая подпись – это некий скан, что ли. Человек расписывается, делает скан, и вот она. На самом деле, я так понимаю, что-то другое. На самом деле нет. Электронная подпись – это, скажем так, последовательность из цифры буквенного обозначения, которая подтверждает то, что документ, подписанный на бумажный носитель, и в электронном носителе он ему равнозначен. Скажем это так, простым языком. Вот, это, скажем так, цифровой код. Назовем это проще так. А как он создается? Кто его придумывает? Вообще, электронная подпись, она создается с помощью специализированного программного обеспечения, это называется криптопровайдеры, да, производителей их достаточно много на рынке Российской Федерации, поэтому новоплательщики могут свободно выбирать, какое им программное обеспечение более удобно, да, с которым комфортно работает, да. И большинство уже новоплательщиков, я насколько знаю, насколько мы с ними взаимодействуем, мы общаемся, и общаясь в том числе с удостоверяющими центрами. Скажем так, разобрали уже все эти ниши вот этих, да, и работает достаточно продуктивно, удобно и эффективно уже многие-многие годы. Ну, от нас, от нас своего рода получается такой плана, удобный бонус, то, что мы начинаем выдавать, начинаем выдавать бесплатно, это государственная услуга безвозмездная. И налогоплательщики, я думаю, еще подробнее попозже затронем тему, смогут принять подпись в абсолютно различных правоотношениях, я имею в виду нашу подпись уже, но об этом попозже расскажу, подробно более. А я правильно понимаю, что есть разные виды электронной подписи? Да, совершенно правы. До принятия поправок в законодательство об электронной подписи для определенного действия, юридически значимого, необходимо было получать свою подпись. Допустим, для подготовки направления отчетности в контролирующие органы, то есть это налоговая служба, пенсионный фонд, статистика, фонды, необходимо было получать подпись с определенным набором возможностей, как называется, аиды. То есть это направление, это вид подписи, назовем это так проще. Для использования подписей, допустим, на порталах, связанных с алкоголем регулированием, то есть эгоист, например, для электронных торгов, это нужно было уже платить и готовить себе другие подписи. Сейчас же, вот о чем я и говорил, мы выдаем налогоплательщикам, скажем так, унифицированную подпись, которая подходит под все сервисы. То есть, получив один ключ, вы сможете им направить отчетность, налоговую службу в иные контролирующие органы, также пользоваться этой подписью на торговых площадках, в том числе на ЕГАИСе. Но это в будущем пока что, насколько я знаю, последняя информация, это, скажем так, технологический процесс отдорабатывается, но вскоре станет доступен. Вот такая уникальная у нас подпись теперь. Если вы опоздали к началу программы, я расскажу, что сегодня в нашей студии Константин Яманов, начальник отдела информационной безопасности ОФНС России по Самарской области. Сегодня тема нашего эфира – электронная цифровая подпись. Здесь у налоговой службы есть такие приятные новости, о чем мы уже начали говорить. И вот вы, в принципе, сказали, что вы уже начали выдавать их, да? То есть мой вопрос, когда это случится, он уже, в общем-то, процесс пошел, да? Да, да. Мы уже с 1 июля выпускаем уже в полном объеме, насколько налогоплательщики интересуются, к нам приходят. Уже информация пошла? Уже информация, да, конечно же, пошла. Мы, поскольку мы начали уже с июня месяца, запустили процедуру информирования налогоплательщиков как по телекоммуникационным каналам связи, как СМИ, также размещение информации на нашем официальном сайте www.3wnalog.ru. Мы выпускаем. Пока что, к сожалению, за недостаточной, я так понимаю, информированности и осведомленности в нашем новом бизнес-процессе мало людей, к сожалению, к нам идет. Вот мы сейчас еще расскажем про это. Да, конечно же. Те, кто получили уже, нашли свои преимущества в нашем продукте, наши услуги, пожалуй, не могу не отметить даже то, что, когда мы ее выпускаем, наша подпись, то есть подпись налогоплательщика сразу же автоматически регистрируется на портале ЕПГУ, то есть на сайте госуслуг. То есть гражданину не нужно будет больше. Удобнее некуда. Да, конечно же. То есть у нас плотная интеграция, интеграция нашей единой цифровой платформы с порталом ЕПГУ. То есть информация сразу от нас поступает на ЕПГУ, и как уже с некоторыми налогоплательщиками мы уже, скажем так, оттестировали, действительно приходит уже уведомление, что на директора выпущена подпись, и он также может пользоваться различными сервисами на ЕПГУ. — Ну давайте тогда уточним, это только для бизнеса, это только для юридических лиц, и что с физическими лицами? — Тогда уточним. Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы выпускают электронную подпись для юридических лиц, здесь подчеркну, для должностных лиц, имеющих право действовать без доверенности, то есть это директор, генеральный директор, для индивидуальных предпринимателей и для нотариусов. То есть мы забрали на себя только вот именно сферу бизнеса, скажем так, да? Будем выдавать им безвозмездно, я буду часто повторять это слово, да, что мы действительно бесплатно… — Это магическое слово, повторяйте, пожалуйста. — Да, мы бесплатно, да, будем выдавать им подписи. Касательно физических лиц, здесь ситуация неизменна. Как ранее они получали подписи в коммерческих удостоверяющих центрах, также они и будут там продолжать. Но одно «но» — то, что коммерческие удостоверяющие центры по состоянию, скажем так, такой пороговое значение 1 июля я обозначу, что к той дате эти центры должны были пройти переаккредитацию по новым требованиям, то есть по требованию нового законодательства об электронной подписи. То есть это ужесточение в плане ответственности, ответственности в первую очередь. Вторую очередь, соответственно, чтобы минимизировать риски в случае проявления каких-либо негативных воздействий, да, от применения этой подписи, установить капитал вырос значительно, до миллиарда рублей. И жесткое требование установилось по филиальной сети. То есть коммерческий удостоверяющий центр, который проходит аккредитацию по новым требованиям, он должен иметь филиальную сеть, по-моему, не менее чем в 80 регионах нашей страны. То есть это на рынке такие IT-гиганты останутся в плане… Я хотела спросить, есть кто-то, кто еще соответствует таким требованиям? Ну, конечно же. Вот, скажу, смело вчера анализировал информацию с сайта Министерства цифрового развития. Они выложили, правда, информацию пока что на постоянный вчерашний день я смотрел. Информация актуальная на 2 июля. По предварительным подсчетам там порядка 10 центров уже прошли аккредитацию. Эта информация общедоступна. Это по России или… По Российской Федерации, да, конечно же. Кстати, немного на целую страну. Ну, их останется порядка двух-трех десятков этих центров. Действительно, потому что таким требованиям не каждый сможет отвечать. Хорошо. Давайте для тех, кто все-таки нас сейчас услышал, узнал информацию. Как юридическому лицу отправить вам заявление о получении электронной подписи? Для получения, для формирования, для генерации, кто как называет, да, электронной подписи у нас есть несколько, скажем так, механизмов. Первый, самый простой, обычный механизм – это личная явка директора, юридического лица, либо предпринимателя, непосредственно налоговый орган. Подчеркну, мы работаем по данному направлению, по экстерриториальным принципам. То есть, если человек стоит на учете, допустим, в Октябрьском районе, да, города Самар, ему не обязательно идти в ту инспекцию. Если он при этом ведет бизнес свой, да, в Октябрьском районе, имею в виду юрлицо на учете стоит, а он сам проживает там на территории Красноглинского района, ему, он может, он имеет на то полное право, зачем ехать, да, допустим, в плохих условиях ехать сюда, может спокойно прийти в ту же инспекцию. У нас теперь она называется номер 20, да, расположенная на Красноглинском районе, и получить нам подпись. Мы не первый раз говорим, какая-то заслуженная инспекция. Да, то есть, абсолютное, полное удобство для налогоплательщиков. Если ближайшую инспекцию выбирает, идет. При явке в налоговый орган предъявляется документ, удостоверяющий личность, это паспорт гражданина Российской Федерации. Предъявляется средство пенсионного страхования, СНИЛС, да, и предъявляется ключевой носитель информации, своего рода защищенная флешка, да, простым языком, скажем. Это может быть, как, на самом деле их множество, много производителей, это root token, jacquard, и эта информация есть на сайте у нас, да, по названиям, да. Главное условие, чтобы он был сертифицирован по требуемой безопасности, чтобы на этот носитель прилагался сертификат в стэк, либо ФСБ. Если первое время мы требовали оригинал сертификата, то сейчас мы, скажем так, смягчили требование для налогоплательщиков, нам достаточно даже копии этого сертификата. Это мы рассказали про первый путь. Про первый путь, да. Второй, уже с 1 июля у нас на нашем сайте заработал интерактивный сервис, это всем известный личный комитет налогоплательщика физлица. То есть налогоплательщик-директор, зайдя в свой личный кабинет, может там сформировать заявку и направить ее в налоговый орган. То есть тем самым он проходит самую, скажем так, длительную процедуру, это процедуру проверки документов. То есть налогоплательщик, во-первых, он уже идентифицирован раз в системе в нашей, два, то есть заполняя форму, предлагая необходимые документы, какие потребует этот сервис, направляет заявку, автоматически проходит процедура идентификации, проверки сведений по нашим информационным системам, по информационным системам, по ФРМВД и иным государственным контролирующим органам. На выходе, на выходе получается у него уведомление о том, что проверка, в случае успешной проверки, ему говорится о том, что проверка успешно пройдена, просим явиться в налоговый орган. И здесь тоже отмечу, не обязательно идти, если там будет указан налоговый орган, например, там, там, та же 22-я инспекция, он может в любую инспекцию явиться своими документами, его идентифицирует, увидит то, что эта заявка уже принята, она обработана, в нашей системе успешной проверки пройдена, ему буквально в течение, там, пяти минут выдадут подпись. То есть он придет к назначенному времени? Да, да, и эта процедура, я почему говорю, она удобна тем, что она ускоряет этот процесс, то есть, поскольку проверка информации через информсистемы, в том числе не наша, не налоговая информсистема, достаточно времени занимает. Конечно. Вот, поэтому здесь и удобство для себя, для нового плательщика, он получит эту нашу услугу колоссально быстро, я говорю, это вплоть до пяти минут, то есть займет пять минут на идентификацию личности по паспорту, по предельным документам и запись ключа на представленный носитель, вот и все. Очень удобно. Два пути или есть третий? Ну, на самом деле, будут еще пути, да, сейчас разрабатываются еще дополнительные механизмы подачи, ну, пока я не буду о ней говорить. Ну, плюсом еще, да, я хочу отметить, помимо того, что я сказал про личный кабинет физлица, а также еще личный кабинет индивидуальный предприниматель, не стоит про него забывать. Через него тоже аналогично, ну, и процедуру можно пройти, подать сведения, направить на проверку и потом явиться. Таким же образом явиться. Да, конечно же, это очень упрощает задачу, как и для самоналогоплательщика, так и для, не сказать бы, для налоговых органов, потому что проверка информации, она может занимать время. И, к сожалению, это зависит зачастую и не от нас, а от работы системы межведовственного взаимодействия. Но в целом, в настоящее время уже мы работаем как-то три недели, да, водоем, уже процессы отрабатываются у нас, практика есть. Ну, сколько проходит самое большее? К сожалению, бывают такие случаи, да, полчаса доходит, конечно же. Я думала, вы скажете, несколько дней. Нет, конечно же нет, зачем? Мы и стараемся, и требуем ее вставлять перед нами, чтобы мы, конечно же, максимально быстрое время, да, то есть, это госуслуга, это в день обращения, в момент обращения. Я думаю, налоговая служба представляет, что, чем стоит время предпринимателя и время бизнесменов, это самый дорогой продукт. И еще хочу здесь отметить, в случае первого момента, да, первого способа подачи, это личные явки, прям хочется всем порекомендовать, не стоит идти в налоговый орган, там, спрашивать. Вы можете очень эффективно записаться, во-первых, через наш тоже самый сайт, записаться на прием в инспекцию, да, либо позвонить, как по телефону горячей линии, так же по публичным размещенным телефонам наших налогухорнов. Задать вопросы, если какие-то еще волнуют, да, если же где-то неясности есть, а специалисты все расскажут, назначат дату, удобную для наукоплательщика, в первую очередь, конечно же, время, чтобы ждали исключительно его. Я думаю, никто не заинтересован сейчас терять время, стоять на шире яхт. Конечно же, конечно же. Вот я прям настаиваю на этом, пользуйтесь этим, звоните, заранее запишите на время, которое вам, по телефону плательщику, будет удобно, и придя в это время, получите госуслугу. А вот какие-то ограничения для получения электронной подписи есть? К сожалению, как бы это вам выразиться, ну, ограничения у нас возможны только при условии непрохождения проверок, то есть это связано, быть может, ну, в худший случай приведу, то есть это предъявление каких-то подложных, да, документов, может быть. Непрохождение проверки может быть связано в том числе и с определенными недостоверными сведениями в государственных реестрах, то есть это может быть недостоверность по руководителю, да, он пришел получить, то есть своего рода ограничения тоже мы не сможем оказать, поскольку такой маркер на нем стоит, что он не может исполнять свои обязанности. Ну, пока что так, пока что про ограничения мы с ними и особо-то не сталкивались. Ну, и, пожалуй, техническим ограничением могу назвать то, что налогоплательщики приходят с флеш-накопителем, с обычными флешками. Вот это самое распространенное, пожалуй, так. Но наши инспекторы, да, наши сотрудники, скажем так, и рассказывают, могут поделиться информацией, где можно приобрести данный продукт. И на самом деле я могу тоже не скрывая сказать, что данный продукт по состоянию на июнь-июль достаточно немного было его в сети розничных магазинов, да, в сети в крупных таких технических магазинах. Сейчас, в настоящее время, уже могу смело сказать то, что в крупных интернет-магазинах появились данные изделия, появились в крупной сети тоже магазинов. Ну, название я, к сожалению, не могу. Нет, не нужно. Люди до ограничений, да, называть. Я думаю, что все вполне себе заинтересованные люди. Да, крупные сетевики, которые торгуют техникой, цифровой техникой, сейчас это оборудование там присутствует. Поэтому его можно там смело купить. А вот скажите, возможен такой вариант, когда от имени юридического лица по доверенности действует физическое лицо? Такое же бывает. И вот где такие подписи тогда будут получать физические лица? Так, это очень важный вопрос. Инесса, я вот хочу позаметить. Данные лица, которые действуют по доверенности, они будут получать в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах. Не у вас, то есть? Нет, ни в коем случае не у нас. И ввиду уже вступления в силу уже отложенных норм закона об электронной подписи, хочу здесь отметить следующее. Те лица, которые вступают по доверенности, которые в настоящее время действуют от имени юридического лица, сдают отчетность налогового органа, да, их подпись, с помощью их подписи, они смогут направлять отчетность в налоговые органы до конца этого года. То есть, следующая точка отчета, это 1 января 2022 года. С 1 января 2022 года отчетность налогового органа сможет приходить исключительно за подписью даже на основу лица, имеющего право действовать без доверенности. Но здесь я поподробнее, опять же, отмечу. Направлять ее лицо по доверенности также сможет, но при всем при этом он обязан будет предложить специализированную доверенность. Это будет называться машиночитаемая доверенность. Однако эта доверенность все же должна быть подписана нашей подписью. Это я, скажем так, ухожу в сторону и отмечаю то, что налогоплательщики в любом случае, как бы они не отсрачивали момент получения этой услуги у нас, они вынуждены, им необходимо получить. Поскольку если от имени юрлица бухгалтер сдает отчетность по доверенности, в любом случае, чтобы она после 1 января 2022 года направила в налогового органа отчетность, она должна как-то заставить руководителя явиться или же способами, которые мы озвучили, получить эту подпись. Вот только в этом случае она сможет подписать отчетность своей подписью, при этом приложив доверенность, подписанную ее руководителем. Вот. Итак, это говоря по доверенностям. Далее. Если налогоплательщик, его представитель действия по доверенности, получил подпись в центре, аккредитация которого по состоянию на 1 июля закончилась, то эта подпись будет действовать до конца этого года. Я возвращаюсь к 1 января 2022 года, то есть такая на это дата. И, значит, это два условия именно для людей, которые действуют по доверенности. И, как я уже сказал, если работник, будь то бухгалтер, работник склада, там, завхоз, он сможет получить эту подпись в аккредитованном застряющем центре. Для чего она нужна ему? Все мы знаем то, что электронный документооборот между хозяйственными субъектами у нас сейчас растет. Растет семейными шагами. И темпа, заданная государственным по развитию электронного документооборота, да, по переводу счетов факторов в электронный вид, с каждым годом все наращивается и наращивается. Поэтому я не могу не отметить, как было раньше в СМИ указано, как и сейчас некоторые средства массовой информации публикуют такую информацию, что бизнес в сфере выдачи электронной подписи там задушили, да, ни в коем случае он будет так же развиваться. В связи с развитием электронного документооборота, он так же будет развиваться. Он просто-напросто укрупнился, в связи с этим повысилась его ответственность. И самая главная цель всего этого – это безопасность граждан. Это безопасность граждан, в первую очередь, безопасность их в цифровом поле. Поскольку сейчас все мы знаем, сплошь и рядом сплошные интернет-сервисы. И сплошной интернет-мошенничество. Да, и сплошной интернет-мошенничество. А получив, во-первых, у нас подпись, это будет гарантия того, что это будет безопасно. Ну уж точно, да, не стоит ожидать мошенничества. Вот и все. Константин Сергеевич, у нас прямо вот несколько минут буквально осталось, поэтому у меня вопросов к вам еще много. Давайте я вас попрошу вот самое основное, что еще мы сегодня не успели сказать, и что очень важно нам донести для бизнеса по этой теме. Самое главное, пожалуй, что хочется донести, это мы везде это говорим. Пожалуйста, не медлите. Налог Гордон, работая в штатном режиме, да, ввиду даже ограничений, каких-то связанных с известной, да, коронавирусной инфекцией, услугу мы оказываем. Не нужно тянуть, не стоит тянуть до Нового года, до 1 января, до этой отчетной даты, про которую я сказал. Способы получения у нас очень удобные. Получайте. Наша подпись действует 15 месяцев. Отмечу здесь, если кто-то не очень любит посещение контролирующих органов, да, я отмечу, мы вызываем налогоплательщиков, мы хотим увидеть его один раз. Мы его идентифицируем. В последующем, после 15 месяцев, эта подпись будет продляться автоматически. То есть, новоплательщик больше не нужно будет являться налоговым органом. Имея нашу подпись, он, используя интернет-сервис, подпишет свое заявление и направит нам, и ему сформируется новое. Все. Это очень удобно. И поэтому мы всех созываем. Приходите. Услуга бесплатная. Сервисы наши работают. Удобно. Получайте и пользуйтесь всеми интернет-ресурсами, интернет-услугами. Да, ну и я от себя добавлю, что если какие-то вопросы еще непонятные остались, во-первых, есть телефон единого контакт-центра ФНС России, который мы регулярно показывали в течение эфира. И есть сайт налоговой инспекции Самарской области, налоговой службы, точнее, где тоже можно получить очень много информации. Ну а у нас сегодня был Константин Яманов, начальник отдела информационной безопасности ОФНС России по Самарской области. И мы говорили про электронную и цифровую подпись. Надеюсь, все понятно. Спасибо большое, Константин Сергеевич. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова